Карт-бланш. Сорос призывает Брюссель не бояться война с Россией. Рисунок к статье. На фото американский финансовый деятель Джордж Сорос. Фото. Reuters. Европейский союз стоит на распутье, считает известный американский финансовый спекулянт Джордж Сорос. Решение, принятое в ближайшие месяцы, определит его судьбу на следующие пять лет. Разумеется, это решение касается оказания всесторонней помощи Киеву. Об этом Сорос написал на днях в одной крупной европейской газете. Он полагает, что сейчас Европа сталкивается с двумя вызовами. Это, Греция и Украина, и помощь требуется обеим. Но, что самое главное, у Евросоюза нет финансовых средств, чтобы поддержать обе страны. Это обстоятельство, видимо, и диктует тактику оказания помощи Греции и Украине, небольшими порциями. Для Сороса это крупнейшая ошибка Евросоюза, которая может привести к его концу как политической силы. Ведь именно Украина находится сейчас на переднем крае борьбы за европейские принципы и ценности. С его точки зрения, поддержать именно обороняющуюся Украину против агрессора Путина для Евросоюза намного важнее, чем ублажать Грецию. Почему именно сейчас Сорос забил тревогу? Ведь украинский конфликт длится уже, по сути дела, второй год. Сорос считает, что именно сейчас Украина находится на краю экономической и финансовой пропасти. Финансовая катастрофа Киева разразилась в феврале, когда курс гривны упал наполовину, и украинский национальный банк потратил значительные суммы для спасения банковской системы страны. Украинские фирмы и банки, задолжавшие гигантские суммы в твердой валюте, по мнению Сороса, приближаются к стадии банкротства. Следствием экономического и связанного с ним политического краха новой Украины будут миллионные потоки беженцев, которые захлестнут Европу. Европа окажется между двумя соперниками на мировой арене – США и Россией. В этих условиях, по мнению Сороса, победителем станет Путин, так как он достигнет своей главной цели – сломать украинское сопротивление. Сорос избегает рисовать дальнейшие перспективы Украины, но они понятны и много раз проигрывались различными политологами по обе стороны границ. В худшем варианте – распад страны. Но для Сороса опасность кроется не столько в катастрофе Украины, сколько в том, что подобный сценарий может привести к смягчению антироссийских санкций и, как следствие, к концу Евросоюза как политической силы. Можно допустить, что для Сороса именно развал единого антироссийского фронта представляет главную проблему, перед которой окажется Евросоюз. Потому что именно в этом, с его точки зрения, и кроется политическая сила Евросоюза. Выход американский миллиардер усматривает не только в организацию массированной и целенаправленной финансовой помощи именно Киеву, но и в политической и военной поддержке новой Украины, вплоть до нарушения Минских соглашений. Чтобы избежать политического и экономического краха страны, необходимо сделать все, чтобы поддержать новую Украину, минус вплоть до участия в прямой военной конфронтации с Россией, считает он. Сороса, судя по всему, не пугает ни горячая, ни тем более холодная война с Россией минус Россия проиграет ее так же, как в прошлом Советский Союз. Позиция Сороса по Украине обусловлена в первую очередь возможностью получения значительных прибыли в новой ситуации после свержения украинского президента Януковича. Как известно, миллиардер рассматривает три сферы, в которые он рассчитывает вложить деньги. Это энергоэффективность, агропромышленный сектор и малый бизнес. Несомненно, что любые инвестиции оправдывают себя только в условиях политической и экономической стабильности, от которых Украина сегодня далека, как никогда. Поэтому Сорос и выдвигает, по сути дела, два необходимых условия. Прежде всего это массированная финансовая помощь со стороны стран, членов ЕС. И разумеется, в ущерб и за счет других, не менее важных для Европы проектов, таких как сохранение Греции в валютном союзе. Но это только одна сторона медали. Известно, что деньги могут и будут работать только в стабильной стране. Но для достижения такой стабильности необходима прежде всего политическая консолидация общества. На сегодняшнем этапе этого скорее всего можно добиться перед лицом растущей военной угрозы. Именно с этой точки зрения Минские соглашения не нравятся ни Соросу, ни части политической элиты Новой Украины. И он готов посоветовать Киеву их нарушить и, судя по всему, даже больше, начать новую военную авантюру в надежде, что Запад не сможет остаться в стороне. Тогда, независимо от конечного результата, в выигрыше останется сам Сорос и другие западные, подобные ему, инвесторы. Конечно, в этом случае возможен и просчет. А если пожар войны охватит не только юго-восточную Украину, но и другие украинские, а не дай бог, и не только украинские регионы? Вряд ли Европа и ее соседи смогут выдержать еще одну войну, поскольку сегодня в распоряжении будущих противников имеется такое оружие массового поражения, которое не подщадит никого и может превратить континент в безжизненную пустыню. Тогда цена за предполагаемые инвестиции Сороса в Украину будет для Европы слишком высокой, чтобы их одобрить и поддержать. Но, чтобы понять это, надо выстраивать логическую цепочку, на что, видимо, пока не все способны ни в Киеве, ни в других европейских столицах. Продолжение следует...